Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» на ЮА «Крым» в студии Георгий Спасококотский. Сегодня мы поговорим о прошедших выборах президента Российской Федерации в оккупированном Крыму. Наш гость Евгения Горюнова, политолог. Приветствую! Добрый вечер! В России 18 марта прошли выборы президента России, в результате которых действующий президент Владимир Путин был переизбран на четвертый срок. Сюрприз! В то же время ЕС не признает выборы в аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по иностранным делам Майи Касьянчич, обнародованном 19 марта. По ее словам, согласно предварительным выводам международной миссии АБСЕ по наблюдению за выборами, они проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что было отмечено постоянным давлением на оппозиционные мнения. Зафиксированы вбросы бюллетеней в разных регионах. Не стали стесняться даже веб-камер, установленных на избирательных участках. Ожидаемо стахановские показатели дали Чечня и оккупированный Крым. Явка в Крыму 71%, за Путина 92%. Ну, впрочем, совершенно ожидаемые, пожалуй, результаты. Чечня в свое время тоже это был такой для Путина символический момент. Вот он завоевал Чечню как царь когда-то. Сейчас там, понятно, режим такой вообще, апофеоз апофеоза. А Крым точно такая же сакральная добыча. И тоже вот всеми силами показали вот такой вот результат. Ну, там были и карусели привозили, там бюджетников из других регионов Российской Федерации. Ну, это, впрочем, привычная ситуация. Как вам впечатления какие? Вы знаете, вообще, ну, выборы были, конечно, предсказуемыми, результат, безусловно. Хотя некоторые моменты есть такие очень интересные на самом деле. Эти моменты касаются, прежде всего, явки. Как вот она изменялась на протяжении дня, на протяжении 18 марта. Традиционно бюджетники и пенсионеры голосуют в первой половине дня. То есть где-то до 12 часов они предпочитают уже сходить, выполнить свой долг перед Родиной и поставить галочку. И вот как раз на 12 часов проголосовало там 33-35% по Крыму и Севастополю. То, собственно говоря, вот та основная часть, которая должна была проголосовать, проголосовала. На 15 часов, там, не знаю, был 50%, ну, то есть дальше уже пошли определенные натягивания. На 18 часов было 63%, и, собственно говоря, этот результат появляется утром сегодня. О том, что в Крыму проголосовало 63 с копеечками процента. И вдруг через полчаса Малышев, то есть глава избиркома Крыма, говорит, нет, у нас 71%. Как появился этот 71%? Это уникальное явление, конечно, когда было еще 63%. Но весь смысл в чем? Дело в том, что когда Малышев, видимо, объявлял 63%, он не знал еще результатов по России. А когда сказали, что в России 67%, а в Крыму 63%, ну, такого же быть не может. Безусловно, тоже надо было сразу показать, что Крым впереди планеты всей, поэтому в Крыму 71,5%, по-моему, процентов. То есть Крым обогнал многие регионы России, безусловно, и он теперь занимает лидирующее место вот в числе, по крайней мере, явки на эти выборы. Безусловно, что сами по себе эти выборы были далеко не демократичными, абсолютно непрозрачными и совершенно недобровольными, учитывая, как крымчан агитировали и принуждали идти на выборы. То есть принудительно принудиловка была по всем фронтам. Это касается, конечно, прежде всего бюджетников, которых просто под угрозой увольнения, лишения зарплаты, премии, ну, чего бы то угодно. Это касается студентов, которым тоже, ну, понятно, что делать со студентами всегда можно найти, это слабое звено, да, у них всегда можно найти и заставить их прийти на выборы и проголосовать. Просто прийти, неважно, за кого проголосуешь, главное прийти, чтобы показать явку. Те же военнослужащие, кстати. Да, безусловно. Те же военнослужащие, которых просто вот привозили автобусами, они, соответственно, голосовали. Учитывая, что сегодня в Крыму по самым скромным подсчетам это где тысяч 50 силовиков, ну, плюс-минус, плюс семьи, да, у некоторых. То есть там до 100 тысяч можно спокойно дойти, вот вам 100 тысяч, это где-то будет там около 10% избирателей по всему Крыму, а тех, которые проголосовали как раз от миллиона. Плюс это госслужащие, которых тоже очень много. Более того, был так называемый избирательный туризм, как они его назвали. То есть завезли пансионаты в санатории на юбокалюте. Но даже ночные волки эти байкеры привезут. И они потом, в общем-то, ходили и голосовали, причем даже не стесняясь того, что приехали специально под выборы. Даже официально объявили, что 40 тысяч, это только официально, мы понимаем, сколько неофициально, 40 тысяч незарегистрированных в Крыму людей, то есть строители моста, аэропорта, там еще чего-то, они будут голосовать, соответственно, на выборах. Вот вам еще явка, да. То есть где-то процентов 10-15, как минимум, у тех людей, которые проголосовали, это, в общем-то, были далеко даже не сами крымчане, ну, или те, которые к Крыму имеют очень-очень опосредованное отношение, например, российские силовики. Поэтому, конечно, явку сделали, безусловно, явку сделали, она не была такой высокой, как они и говорили. Вот, ну, то, что думаем, а то, что думаем. Ну, вот, глава Межлииса Крымско-Татарского народа Рифат Чубаров сегодня заявил, что в основном крымские татары выборы просто проигнорировали, несмотря на давление, ну, многие из них тоже, кстати, бюджетники, да, кто-то библиотеки, кто-то медик и так далее, но в основном они выборы проигнорировали. Вот, кстати, ну, насколько там разные цифры, ну, кто-то говорит, процентов 10 крымских татар все же вынуждены были проголосовать в силу тех или иных обстоятельств, ну, кто-то, может, и добровольно пошел, почему бы и нет. Ну, в целом, вот, говорят, 90% выборы игнорировали. Чем это, в принципе, грозит крымским татарам? Потому что, с одной стороны, Россия пытается создать образ, ну, мы же федерация, вот у нас, смотрите, казанские татары, вот у нас якуты есть вот такие, вот и крымские тоже вписались в нашу семью дружную народу. Выпадение из этой, как бы, радужной картинки, ну, оно очевидно. Чем, в принципе, грозит вот такой шаг, как мирное сопротивление, ну, вот не пошли голосовать. Ну, вы знаете, что касается данных, да, мы, к сожалению, не узнаем точные цифры, да, потому что это невозможно, сколько, представители каких национальностей пошли на выборы. Хотя, действительно, если говорить по крымским татарам, по местам их компактного проживания, Белогорский, район Бахчисарайский, то там явка была очень низкая, даже на те же там 15 часов проголосовало менее 50%, что позволяет, говорить, что действительно крымские татары бойкотировали, фактически бойкотировали эти выборы. Но ведь власть имущая в Крыму, они отчитываются о том, что крымские татары пришли. Бальбек тут же говорит, 40% крымских татар пришло. Ну, рассчитывали. Но даже такая цифра, что 40% крымских татар пришло, это все равно не вписывается в радужную. Но вы понимаете, что когда они готовились к этим выборам в феврале этого года, был социологический опрос в ЦИО, ну, карманной такой кремлевской организации, и вот они там же говорили о том, что где-то процентов 60 крымских татар только поддерживают российские власти. То есть они были готовы даже к этому. Больше они не могли, ну, никак, видимо, придумать, как они не старались. То есть поэтому 40%, конечно, плохой результат они рассчитывали на 60. Ну, а о том, что там 10% или 20% пришло, конечно, никто не скажет. То есть они будут оперировать вот этой цифрой 40%, всячески, опять-таки, да, демонстрируя ролики, которых уже было масса. Ну, ролики-то можно демонстрировать, но сами-то они понимают, что, ну, татары... Сами они прекрасно понимают, безусловно. Поэтому, конечно, те, кто проигнорировали эти выборы и не пошли на них, их ожидают определенного рода репрессий, если это бюджетники. То есть если это представители каких-либо других сфер, ну, возможно, тоже будут какие-то определенные в отношении бизнеса, да, или каких-либо других людей, возможно, будут какие-то определенные меры, но я не думаю, что это будут уж прям такие жесткие репрессии за то, что вы не пошли на выборы. Скорее, репрессии будут в отношении тех, кто курировал этот процесс и кто не смог привлечь крымских татар, вот в данном случае, к выборам, или, по крайней мере, создать эту красивую картинку. Я думаю, что здесь полетят как раз определенные головы, потому что уже накануне выборов Аксенов грозил чиновникам в Белогорском районе, что вы будете уволены, если будет низкая явка. Вот я думаю, что сейчас в Белогорском районе, как раз или в Ахчанарайском, не будут такие вещи, будут уволены люди, которые отвечали за эти выборы. Ну, Аксенов вообще у самого-то ситуация такая, честно говоря, не ахти. По некоторым таким наблюдениям, возможно, ну, вот сейчас выборы прошли, все, но, тем не менее, могут сделать организационные выводы, и, так сказать... Есть такое предположение, да, что... Например, на Дальний Восток. Ну, вариантов много куда, может быть, в Чечню набираться опыта. Опять-таки, в Дагестане только недавно чистки прошли, да, там, может быть, еще что-то рядышком не очень дало хорошие результаты. Но это не столь актуально, куда его направят, да, главное, кого пришлют. А лучше ведь тоже не пришлют в данном случае, потому что... Лучшие из лучших закончились, ну, давайте, присылайте лучших из худших. Как бы и не было в России лучших, из лучших их не может быть в такой политической модели. Я понимаю, что я крамольные вещи говорю, но та политическая система, которая существует в России, она, к сожалению, не дает тех людей, которые могли бы что-то сделать для страны. Они делают, в основном, все для себя или для того кооператива, который их, собственно говоря, и направляет на руководящие должности. Поэтому такая ситуация будет существовать до тех пор, пока российская политическая модель, политическая система будет находиться в таком состоянии, пока она не изменится. То есть, ожидать чего-то Крыму, даже если пришлют... Овсяников прекрасный тому пример, ведь тоже, да, Миняйло так не нравился, ожидали другого, приехал Овсяников, сказали, боже, лучше пусть будет Миняйло, потому что не просто шило на мыло поменяли, а оказалось, что это шило гораздо хуже. Ну, вообще, это все прекрасно в свое время описывал Салтыков Щедрин, все вот эти вот высоты, так сказать, да, да и не только он, впрочем, там и Гоголь отметился. Ну, такая вот информация. 19 марта сегодня представители фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и Георгий Лагвинский зарегистрировали в парламенте проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента России и их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимного избрания на эту должность лица. Как интересно. И Порубий предполагает, что завтра этот вопрос может быть поставлен на голосование. Допустим, проголосует. Что это будет значить? Это же просто, знаете, как объявление войны, что ли? Ну, на самом деле, это означает определенные сложности для общения с российским лидером, потому что, так или иначе, вопрос Донбасса придется решать в рамках нормандской четверки. Как решать, если президент нелегитимен, президент России нелегитимен? То есть это, действительно, очень большие сложности для Украины в связи с этим постановлением. Поэтому тут такая палка о двух концах. А даже Гитлера во время Второй мировой нелегитимным никто не признавал никакие там британские парламенты? Ну, собственно говоря, да, потому что, когда ты даже с противником общаешься, а Гитлера, опять-таки, избрали легитимно на первый срок, ну, а дальше это уже пошло как по маслу, соответственно. Поэтому здесь, конечно, очень сложный момент, такой правовой момент. То есть если президент России нелегитимный, а как вообще с ним вести диалог и как общаться? Общаться все равно придется, мы это прекрасно понимаем. Поэтому я не знаю, честно говоря, если будет это принято постановление, как будет выглядеть дальнейшая, собственно говоря, внешняя политика Украины именно на восточном направлении в отношении России. Вот. И я думаю, что, в общем-то, это такое, ну, конечно, предвыборный уже в некоторой степени ход, да, кто у нас болеет очень сильно за Крым и так далее. Но на самом деле этот предвыборный ход может иметь серьезные последствия для Украины. Посмотрим, как будут завтра развиваться события и к чему они приведут самое главное. Ну, посмотрим. Ну, пока что министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран Евросоюза список из более 140 человек, причастных к организации и проведению выборов президента России в аннексированном Крыму. Об этом сообщают украинские СМИ. Украинский политический директор МИД Украины Алексеев Макеев сказал, что мы передали список, там более 140 человек, его цитирует Интерфакс Украина. Ну, вот список. В принципе, Украина как бы и анонсировала, что людей, причастных к организации выборов, будут какие-то санкции, ну, очевидно, со стороны Украины, это понятно, но вот их передали Евросоюзу. А что Евросоюз, ну, то есть могут быть со стороны Евросоюза персональные санкции? А почему нет? Дело в том, что сегодня Европейские Союзы, вы уже говорили, да, они признали выборы в России легитимными, за исключением территории Крыма, где они априори не могли состояться. То же самое было вчера заявление Министерства иностранных дел Франции, насколько я помню, Польши, да, по этому же поводу. Возможно, будет еще несколько заявлений. То есть это аналогично с выборами в Государственную Думу, когда, да, в целом признаем, но по Крыму не признаем. Ну, просто, что касается Государственной Думы, это те депутаты, которые были избраны от Крыма, они теперь не имеют возможности посещать Европу, потому что они как бы считаются там персонами нон-грата. А что касается организаторов, то почему бы против них действительно не вести санкции, если они занимались, ну, нелегальным делом фактически, да, то есть противозаконным, они на чужую территорию организовывали выборы. Я думаю, что это, конечно, 140 человек вряд ли будет, да, но какие-то определенные фигуры, знаковые фигуры, они в список попадут, и Европейский Союз там через следующие санкции в июне продляется. Вполне возможно, что он... А глава Центра избиркома, например, Российской Федерации может попасть? Он же тоже к этому причастен. Вполне, почему нет? Мы еще список не видели, надо посмотреть. Ну, я думаю, что это как раз касается Крыма, но почему действительно нет, если он занимался как раз подготовкой выборов и в Крыму в том числе, да? Из интересного, кто поздравил на данный момент Путина? Ну, председатель КНР Си Цзиньпин. Неудивительно, Китай вообще снял ограничения с количества президентских сроков для одного человека. Председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Сербии, глава Венесуэлы, лидер Боливии, из постсоветских республик, это, естественно, ну кто же, Лукашенко, да, это вот, ну что же. Президент Молдовы, президент Казахстана, Киргизстана, Азербайджана и Армении. Вот Сергей Сиан, кстати, вот написал, что итоги состоявшегося голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами России, проводимого под вашим руководством последовательного курса. Ну, что же тут последовательность и постоянство, наверное. признак мастерства. Ну, а тот же Макрон, президент Франции, он позвонил Путину, но поздравлять не стал. Вместо этого он напомнил о том, что Франция и Евросоюз неукоснительно настаивают на возобновлении Украины и суверенитета над всеми территориями в международно признанных границах, то есть включая и аннексированный Крым. Ну, что же, вот взял такое, Макрон заявил, ну, сейчас давайте я вас немножко повеселю, потому что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который занял третье место, почти 6%, стабильно, он заявил, ну, впрочем, давайте лучше просто посмотрим, это прекрасно. И сегодня весь наш народ выбирает главу российского государства, верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили, мы только формируем его, и выбирают хозяина земли русской. Это не только Россия, но это и верховный правитель всей планеты Земля. Потому что никто ничего никогда не сделает без России, и мы бы хотели, чтобы все поняли, что выбирают начальника планеты Земля, руководителя 7 миллиардов граждан планет. Видите, а Макрон взял и начальника планеты Земля не поздравил, вот паразит. Да, надо же. Хорошо, смотрите, если Евросоюз, ну, а такие страны, как Франция, ну, про Англию я вообще молчу в свете последних событий. Кстати, Макрон говорил, кроме Украины, с Путиным еще и о Сирии, ну, и, естественно, о чем? О отравлении Британии. Скандинавы, опять же, они всерьез опасаются возможных каких-то действий со стороны России. Канада, понятно. Вот. Если они, ну, скажем так, выборы в Крыму не признают, да, о чем они на данный момент заявляют, что, какие юридические последствия, ну, какие вот могут быть? Ну, вот, знаете, здесь очень такой интересный, щекотливый момент. Если мы говорим о выборах в Государственную Думу, ну, вот не признали депутатов и все, не имеют с ними никаких отношений. А тут мы, вроде бы, признаем президента, но частично не признаем, да, вот на сколько процентов? На один процент мы его не признаем, на полтора и так далее, да. На данный момент, конечно, можно сказать, как это были заявления, что мы выборы признали, но всегда остается момент сказать, они ведь были не совсем легитимны, у вас же Крым голосовал. То есть это вот такая лазичка, в которую, кстати, Путин сам себя изогнал с выборами в оккупированном Крыму, потому что при несколько ином раскладе, который не обязательно будет, да, геополитическом раскладе, всегда можно сказать, подождите, но вы же не совсем легитимный президент, потому что у вас, ну, и так далее, был Крым, да, со всеми выборами, ладно, там, выборами Думские, а у вас же были, вас выбирали на 6 лет, выбирали незаконно. Поэтому, конечно, тут очень интересная такая скользкая ситуация. Конечно, в России на этом внимание не заостряет, более того, для них все решено и все понятно. Но на международной арене вот этот статус, да, недолегитимности, скажем так, он будет присутствовать в некоторой степени. И могут об этом говорить западные лидеры Владимиру Путину. Ну, может быть, да, они перед китили камерами, но, тем не менее, намекая на то, что все-таки ты же не совсем до конца, да, на 100% легитимно прошел эти выборы. То есть был такой момент, который делает тебя недостаточно легитимным для России. А я думал, этот момент, это то, что Путин грозит традиционно ядерными ударами по Америке и Европе. Ну, эти моменты, понимаете, это не совсем... Ну, да, это к делу не пришьешь эти мультики, конечно. Да, это не связано с легитимностью, это не связано с выборами, это связано с его предвыборной программой. Мало ли, если это нравится россиянам, но они голосуют за это. Вот если они голосуют честно и прозрачно за это, ну, это уже их как бы выбор. Что ж тут скажешь по этому поводу. Ведь Жириновский прекрасно сказал, голосует за хозяина, да, Сея Руси. Был такой интересный момент. На начальника планеты Земля. На начальника планеты Земля, да. Да, вы знаете, ну, вот он как бы так начальник взял такой термин, а в 14-м году, когда был референдум, в Крыму бабушки кричали, что Путин это президент мира. Вот, они так как, они более красиво так называли все-таки Путина, да. Ну, и, видимо, вот Жириновский наслушался, он тогда тоже в Крыму был. Что-то бабушки знают, наверное. Да, конечно, у них вся способа, видимо. Ну, тем не менее. Прошли выборы. Был, второе место занял Грудинин, коммунист. Зюганов же не столько харизматичный, он такой больше уже на предпенсионного Хрущева похож был. И КПРФ решила выдвинуть Грудинина, там, председатель совхоза. И главное, что? Вот эти проценты, вот я думаю, вот эти сталинские усы, они эти проценты определенные сделали. Смотрел я комментарии ко всяким трансляциям по подсчету голосов в России. И там те, кто голосовал за Грудинина, они, ну, так, весьма жестко были разочарованы. Значит, даже там звучали призывы через один, давайте коктейли Молотова, там, ахаха, революцию, как коммунисты в 17-м году и так далее. Но по факту, кстати, вот все эти кандидаты, которые баллотировались в вопросах Крыма, да, вот когда-то говорили, что любой даже вот российский, даже либерал заканчивается в том моменте, где начинается украинский вопрос. Что можно сказать вообще от лидирующей, скажем, там, четверки, да, включая Ксению Собчак, лидирующей четверки кандидатов? В отношении Крыма? Ну, безусловно, что российские кандидаты в депутаты все были категорически против того, чтобы возвращать Крым в Украину, то есть они даже об этом не помышляли. И Собчак с ее такими половинчатой позицией, что Крым вроде бы украинский, но и дальше там возвращать не будем, потому что ряд условий и так далее, они действительно все считают, что возвращение Крыма это невозможно, ну, в той или иной степени, да, кто-то в большей степени, более радикально, кто-то в меньшей степени. Собчак там референтумы предлагала в Украине и России вообще какие-то такие совершенно неадекватные идеи, но тем не менее. Почему? Потому что на самом деле российский избиратель от них хочет услышать именно этого, что Крым мы не отдадим. Потому что, опять-таки, возвращаемся к опросам, которые проводятся в России. Да, возможно, они не являются там полностью релевантными, да, возможно, там есть масса манипулятивных техник и технологий, но тем не менее последний опрос, который традиционно проводится как раз в марте, его проводили не под выборы, но он сыграл определенную роль, опрос ВЦИОМа и опрос Левада-центра. Там где-то порядка 86% у Левады за то, что Крым присоединили и он должен остаться российским, и более 90% у ВЦИОМа. То есть это выбор россиян, к сожалению. А вы считаете, что какой бы президент в России не был, в вопросах Украины, Крыма и так далее, агрессивной внешней политики ничего не изменится? Ну, то есть если изменится, то не кардинально. Вы понимаете, что на данный момент в России существует такая политическая система, что всех те, кого допускаются, допускаются до участия в президентских выборах, это все отфильтрованные кандидаты, которые будут занимать только определенную позицию. То есть случайный человек попасть не может. Да, и вот мне кажется, вы сказали о том, что российская оппозиция заканчивается там, где начинается Крым, по-моему, был единственный человек в российской оппозиции, это Борис Немцов, который как раз говорил совершенно иные вещи. Ну вот, к сожалению, Бориса Немцова сегодня нет. Потому что все остальные это уже отфильтрованные вот как раз тут планктон в некоторой степени, простите за выражение, которые просто пускают для разнообразия, чтобы Путину не было скучно на этом власть, на Малимте. Потому что, к сожалению, в России уже работает система. Это системная работа для того, чтобы и для электората создать определенное поле, ну и, соответственно, чтобы кандидаты взаимодействовали именно с электоратом так, как это нужно власти. Ну, тем временем, за день до выборов в Крым приехал, ого-го, высокий гость. Знаете, кто? Глава так называемой ДНР Захарченко и Аксенов ему даже какую-то медальку дал. Из интересных сегодняшних дат. В 1934 году совхозник, мы одного тут сегодня поминали, Грудинина, да, Митрофан Никитин открыл огонь из револьвера по гробу Владимира Ленина в Мавзолее. А люди не помнят, естественно. А в 1953 году Канада объявила о том, что во всех крупных городах страны устанавливаются сирены на случай войны между США и СССР. В 1953 год. Актуально? Ну, 12 февраля 2004 года Путин высказался против увеличения срока президентства до 7 лет. Он сказал, ну, это очень много, можно было бы и 5. Цифра круглая, но 7 многовато. Если 7 лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти. В студии работал Георгий Спасокукоцкий, а в гостях у нас была политолог Евгения Горюнова. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮАК Рым в Фейсбуке. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин